Прохладно. 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 Вообще, я вот так и пошел. Короче, представьте, что хотели на перерыве. А, прикольно. Кораблики. Почему бы и нет? Да. Да. Два корабля прикольно. Два корабля одновременно. Один провожает, другой встречает. Тоже прикольно. Интересно, конечно, тут интересно. Только мост неудобный потом внизу, как сходить. Дома кофейку купить. Даже когда путешествие закончится за 12 рублей. Не знаю. Будем близко, кажется. Да, красивая Москва. На самом деле, идешь... Вот, несмотря на то, что, опять же, как всегда, вот, в каждом выходном видео у меня уже не влом. Я переосиливаю. Там есть какие-то, как внутренний загон, типа, снять, не снять. Я стараюсь идти больше к тому, чтобы снять, а не потерять, так сказать, кадр. И это всегда работает в плюс. И вот, получается, иногда потрясающие просто кадры, которые... Ну, я бы мог не сделать. Понимаете? Просто мог не сделать. Не знаю. Все это достаточно интересно. Я сейчас так изучаю все искусство там и творчество Бэнкси. Да, просто... Блин, я еще в школе, когда вот с Пашком вот что-то рисовали, вспоминаю эту историю. Но почему-то это как-то не перестало. То есть вот было клево, здорово, да. А потом забили. Наверное, это и с детства эта тема идет. Скорее всего, из-за того, что много всего, я думаю. Тебе хочется успеть все попробовать классно там кататься на скейте, потом на BMX, заниматься музыкой, заниматься искусством, заниматься фотографией, заниматься видео. То есть и не хочется нигде ничто упускать. А потом такой, думаешь, можно было вот, так сказать, было сделать акцент внимания на одном даже. Но это тоже и хорошо, и плохо, понимаете. Вот кино или видео, чем хороши, что они объединяют вот эти вещи. То есть как бы и музыку, потому что в видео всегда есть музыка, саунд-дизайн. Это ключевая. Там даже больше, чем картинка. Покружает атмосферу, а потом уже картинка. А потом уже искусство, когда это добавляют по композиционным историям. Композиция. То есть если просто красивые кадры, они, ну они не будут, они будут некрасивыми, если нет композиции. Композиция – это уже искусство. Вот как-то так. Когда все композиционно сдержано, клево. Подача какого-то персонажа. Идет давление. Там ритм плюс саунд-дизайн. Там давление на какую-то сцену, типа что испытывает герой. Там какую-то тревогу или еще что-то. Нагнетание атмосферности. Вот за счет этих всех композиционных движух и саунд-дизайн происходит. Не знаю. Я вот сейчас задумываюсь, конечно, круто было бы влиться. Если честно, вот это все массовый контент – это круто, это здорово, да. Как бы там фоткать людей. Но у меня не получится массовый. Да и мне не надо. Но ворваться в какую-то команду ребят, которые снимают вот что-то такое свое. Снимают клипы или видосы. И делают это на мега уровне, как там несколько команд в Москве. Ну, естественно, и в России. Потому что все это объединено, в принципе. Было бы здорово. Опять же, смог бы ли я так? Да, не знаю. Просто поработать с ними, как творческая единица, было бы здорово. Работать именно как обычный чувак, как обычный работник – да нет, конечно. А вот как самобытный человек-художник – да, это было бы здорово, круто. До этого нужно дорасти, конечно. Да не то, что дорасти, до этого нужно просто продолжать делать то, что делаешь. И тогда что-то можно, можно ожидать. Тогда что-то можно и получить, в принципе. Это даже не сказать, это просто интересно, как опыт, да. Не сказать, что получить или что-то там мега новое, мега крутое. Просто почему бы и нет. Это мне нравится. Не знаю, ребят, в этом что-то есть. Во-первых, может, это сейчас кажется, пока не поработал. Вот как вот шмотками пока не занялся, естественно, они слаще, кажется. А когда ты уже сделал, ну, как-то это все. Ну да, круто, да, там есть шмотки. Но потом тебе все равно, есть ли у тебя шмотки там свои или нет. Так же, наверное, и в этом. Пока нового. Какое-то интересное. Когда вливаешься, уже не так. Не знаю, ребят. Ну, планы есть хорошие. Мне нравится, что еще этот канал растет. И он такой самобытный, знаете. Ни на что не похожий. По-своему. Необычный контент. Это круто, что он необычный. Что он самобытный, стилек. Вообще, суть брендинга, насколько вот я всю эту историю изучал, в том, что должна быть концепция, отличающая себя, отличающая продукт от других продуктов. И тут, в принципе, да, может быть, что-то у меня и забайчено. Причем сам того не ожидаю. Потому что копировать, к сожалению, у меня на 100% не получается. Может, в силу профессионализма, хз. Сложно прям один в один повторить. Ну, может, не могу. Может, так не стоит. Ну, короче, в силу характера, не знаю. Да это и хорошо. Потому что есть изюминка и индивидуальность. То есть, если вот эта съемка или там фотография, то она, видите, объединена с каким-то искусством. С каким-то артом и прочее. А такое никто не делает. Никто. Красиво, смотрите. Интересно, я могу этот вот цвет этих окон потом вытащить. Или не удастся мне. Или не удастся мне. Тоже прикольно. Не знаю, что-то зафилософствовал, да, опять. Смотрите, как прикольный свет. Вот я бы и хотел там работать просто. Просто иметь там студию вот где-то в окне вот. Просыпаться и работать. Наверное, это высшая степень. Чего бы стоило. Чего можно хотеть. Художнику, да, или вот. Ну, мне. Чтоб я просто имел там пару студий. Захотел. Захотел, вошел по работу там. Занялся творчеством, выпил кофе. Все это такая встреча. Ну, тут важно, видите, разделять в связи с тем с оборотами. Нужно разделять вот это какой-то такой дзен, чтобы это не превратилось в коммерческое говно. А то есть из-за денег. Все делать ради денег. О, прикольно, смотрите. Такая история. Причем я еще вот, когда приезжала в Москву первый раз, я об этом мечтала там о гараже, о гараже или студии здесь. И до сих пор это было бы здорово. Это было бы круто. И то было. Ну, я помню, девчонка тут тосил, в Америку уехала. Да, много чего было на Сан-Би. Да, и красиво не видно. Ну-ка. Чуть-чуть подснял. Чуть-то там рассказывает. Шарит, наверное. Не знаю. Чуть-то рассказывает крутое. Ну, допустим, одни, решаем другим. Значит, можно их использовать просто не вместе, а по поводу. И все. Допустим, правило, это трех третий. Ну, а здесь у вас третий. Еще круто, что мне нравятся эти. У меня сейчас нет такого, что ты там а-ля хочешь какой-то. вот тему в плане профессии или прочего. То есть мне вообще пофиг. Мне просто хочется развивать то, что у меня есть. Да, и вот подкрепиться кое-чем. В плане того, что подкрепиться, так сказать. Ну, это было бы здорово подкрепиться. Иметь какой-то вот помещенец одно, другое. Это было бы очень хорошо. Тогда бы я всю жизнь мог творить. Да и в целом, если честно, я тоже так могу делать. Эта практика уже показала, потому что я часто бросал снимать там из-за того, что были какие-то лишние условия. Или там не те, или еще чего-то. Или не доставал камеру. Ну, как бы, потому что, думаю, будет сопрут, когда только приехал в Москву. Короче, на самом деле, все это хрень. Никто ничего не сопрёт. Берёшь, снимаешь. Главное не бросать. И совсем не платья. Это намного интереснее, чем обычная обывательская жизнь. Страсть. Ну, скука просто. Страсть. Страсть смертная. Бухло, вот это всё по выходным. Какие-то там застолья. Ну, короче, это прям помойка. Я такое не могу, не терплю. Не знаю. Мир огромный. Ты можешь заниматься искусством. Делать какие-то вещи, которые люди потом могут посмотреть и поразиться. Либо какие-то эмоции у них будут, либо ещё что-то. Что-то клёвое делать. Какой прикольный свет. Сейчас мы снимем. А, вот тоже. Не знаю. Ну, у меня вот такая какая-то история всегда была и есть. И хорошо, что так оно есть. Такая вот идеология, что ли, хз. Прикольно птица летит. Не, круто. Вы же знаете, под конец вечера я там испытываю такое счастье. Вау, смотрите. Обалденный свет этот. Да, прям испытываю счастье, что не зря выбрался, несмотря на плохую погоду. У тебя есть фотоаппарат, вот он. У тебя есть телефон, который клёво снимать. У тебя блог есть на огромное количество людей. Ты идёшь там в своих шмотках, в сумке, в своей фирменной. Всё полностью твоё, что ты создал. Ты идёшь, как будто ты очень серьёзный дядька. Хотя, казалось бы, ты просто, ну, обычный человек. Типа, обычный работяга, парикмахер. Это здорово, не знаю. Мне это нравится. Это меня отделяет от рутинного мира и посредственности. Как бы ближе к какой-то вот фишке, которые я хотел бы реализовать. Ну, короче, развитие личности. К чему я хотел бы прийти в итоге. Ну, даже если я бы не пришёл к этому или не приду, это не имеет никакого значения, потому что всё равно. Ну, то есть, это же придумано. Вот я решил, что это круто. Я как бы этому следую. Для кого-то это не круто. Для кого-то обычная жизнь это круто, а она тому следует. Тут каждый как вот что выбирает. Типа, выбирает свою тему, и она ей следует. Вот такая. И он в это верит, он в это его мотивирует. Я вообще считаю, что человек сам придумывает всю эту историю. Почему вот ему хочется там изучить, какой там, ну, кто-то там программистом ставит, кто-то там, не знаю, дизайнером, кто-то ещё что-то. Ну, любой, не знаю, машинистом. Да кем угодно, инженером там. Ну, то есть, без института, да, просто. Ну, может, и с института. У меня с института просто накидывает как бы года. А так, сама вот цель. Можно ли в институте? Это же не имеет значения. Всё равно будет там много лет. Но с институтом даже это, наверное, более важная идея. И как бы, если без, то... Если без, то как бы, может, бросил быстро. Чувак, типа, сразу хотел, в этом раз там прошло время бросил. Ну, блин, как же красиво идти. Как же красиво. Как можно не любить Москву вообще. Как можно хотеть куда-то ещё. Если это топовый город. Дорогой, но топовый. Если бы я имел вот здесь где-то здание, да вы представляете, что бы было. Это огромное просто... Вот это, наверное, и есть колоссальный успех. Когда у тебя важно для художника делать всё так и проявить упорство до того момента, когда он сможет спокойно заниматься творчеством. И закрыты все потребности вот этой пирамиды. Масло. Ну, типа, ты не думаешь, как тебе пожить, как тебе снять жильё или, там, купить жильё. Ты берёшь и покупаешь. Ты не думаешь, что тебе надо есть, что-то пить, как платить, как, там, воспитывать кого-то или ещё что-то. Тебе вообще на изи, на реке. Вот это уровень, как бы. Возможен ли он? Я думаю, что он возможен. Ну, на десятилетия. А вот сможет ли человек десятилетия следовать, так сказать, своему видению и своему... Вот это... Перейд до конца. Это другой вопрос. Потому что многие начинают снимать. Ну, кто снимает потом? Единицы. Ну, единицы вот эти потом на слуху. Их смотрят. Да их даже не важно, на самом деле, смотрят их или не смотрят. Не знаю. Вот у меня после какого-то, там, определённого периода, в плане того, что я уже долго там снимаю это всё. Опять же, относительно долго. Ах... Я понял, что, блин, мне вообще не важно. В плане количества аудитории или ещё что-то. Ну, круто, приятно, когда там, да, есть какие-то эти... На телегу уже заходят там. Ну, раньше этого не было, представляете? Раньше, когда я рисовала картину... Вот я сейчас вспоминаю, там, чья девчонка там заходила ко мне. Я рисовала картины, а я не понимала, зачем я их выкладываю. А она мне говорила, выложи так, так? Типа, это же для твоей, там, аудитории. Я говорю, ну, какая у меня аудитория? У меня, типа, нет никого, недооценивал, короче. А сейчас я могу спокойно сказать, что у меня она есть, эта аудитория. И это круто. И она достаточно большая. По маленьким меркам она просто грандиозная, если честно. Ну, вот смотри, четыре тысячи человек. Четыре тысячи сто человек смотрят от меня. Шок, шок. Парни в общежитии. Скромного парня парикмахера. Живущего в общежитии. Живущего скромного. Ну, вот с какой-то своей философией, которая уже, не знаю, уже вот... Я сейчас вытачиваю этот камень, не знаю. Может, он покажется кому-то глупым. Но мне самое главное переть, короче, до конца. Блин, я сейчас в шоке, что у меня вот этот шмот. Я сейчас иду в этой кофте. Так охренеть. Это круто. Это круто. Это здорово. В этом определенно что-то есть. Я уверена. Красиво, блин. Москва красивый город. Класс. Я нигде не была в основном. Где-то еще. Но мне тут нравится. У меня тут круто. Я здесь живой. Живу у тебя. Мне здорово. Я вышел. У меня нет такого, что скучно. Что-то не хватает. Еще что-то. Кому-то позвонить. Кому-то позвонить. Потерей. У меня такого нет. Я просто наслаждаюсь каждым, каждым поворотом головы, когда иду по этому городу. Наверное, это большая сила. Не каждый так сможет. Не каждый. Ну, не у каждого это точно. Поэтому, наверное, и получается. Да, прикольно. Идешь. Просто кайфуешь. Да, сегодня очень хороший день. И даже не зря, что я вот не повернул домой. Как бы продолжить снимать. Сейчас уже одинаковые кадры делаю. Шума много. Продолжить снимать эту всю историю. Ох, не знаю, ребят. Жизнь такая штука, блин, интересная, конечно. Многогранная, клевая. Реально, я прямо вот иду и вспоминаю там все интервью, все, что я смотрю по искусству, когда сидел в своей комнатке и просто рисовал. Тогда у меня не было компакта. У меня был планшет, а, либо был мак. Но я не стримил тогда, да, до стримов. Хотя, я, наверное, стримил на телефоне, что ли. Или только начинал на YouTube, не знаю. Хз. Но не суть. Блин, это топово. Я просто смотрел лекции и рисовал. Смотрел лекции и я заметил такую тему. Вот когда ты чем-то увлеченный и что-то делаешь, как-то люди к тебе начинают тянуться. Я даже вчера, ну, там, заметил, там, на работе. Я что-то вообще начал одно с другим связывать раз-раз. Потом бах. И, типа, мне как начали там много писать. Я такого охренеться. Так. Так. Так.